Еженедельная статья на этой неделе в Банджи вышла минувшей ночью. В ней разработчики рассказали немало интересного о том, как изменится пул наград из анграм, как будут ребаланситься некоторые перки, стоит ли ждать новых, а также что делать с метой в пвп. Меня зовут Джонни Лейни, и я рад, что ты пришел за правильными новостями в правильное место. Итак, начнем с пула наград из легендарных анграм. Изменения войдут в силу, начиная с 11 сезона. В общий пул анграм будут добавлены некоторые легендарные предметы из гамбита или гарнила, которые до этого момента были эксклюзивными для названных активностей. А чтобы достичь баланса между разнообразием наград и нормальным шансом получить желаемое снаряжение, любые предметы, которые больше не будут иметь максимальный уровень мощности, будут отключаться, чтобы гарантировать, что награда соответствует уровню силы в текущем сезоне. Грубо говоря, пушка первого года, которая не будет прокачана для 12 сезона, не будет падать из анграммы. Разработчики показали и список оружия, который добавится в пул в следующем сезоне. Но кроме обновлений пула, есть еще кое-что. Ребаланс сэндбокса, а точнее перков на оружие. Чаще всего мы ищем на оружии связку перков, снижающих время перезарядки, оружия и повышающего его урон. Например, быстрый удар и киллерский магазин. Потому первая часть изменений как раз коснулась перков на перезарядку. Характеристика скорости перезарядки любого оружия состоит из трех частей. Непосредственно характеристика скорости на конкретной пушке, это то как раз, что отображается конкретной шкалой в описании оружия. Скорость анимации перезарядки, которая к слову тоже может быть ускорена. И скорость перезарядки при пустом магазине. Это как все вместе, но при условии именно пустого магазина. Поскольку почти любое оружие имеет довольно высокие показатели скорости перезарядки в игре, Разработчики уверяют, что даже если понизить скорость перезарядки со 100 единиц до 50, разница не будет настолько ощутимой, насколько может показаться на первый взгляд. Ну а далее в статье идет подробный разбор изменений каждого перка на перезарядку. Давайте я озвучу три самых популярных из них. Изгой будет слегка замедлен. Цифры бонуса уменьшены как раз в те самые два раза, со 100 до 50 единиц. А скорость анимации будет замедлена на десятую долю секунды. С 0.8 до 0.9. Это не делает перк убитым и не означает, что ваши винтовки с изгоем и полосой удач быстро превратятся в трэш. Так что паниковать тут точно не стоит. Следующий перк, питающая ярость. Изменения этого перка стали более радикальными. Ярость была просто более крутым аналогом изгоя, пишут в блоге разработчики. А потому было решено изменить функциональность, чтобы теперь она основывалась на количестве быстрых убийств. Теперь скорость перезарядки с этим перком будет зависеть от количества быстрых убийств и накапливаться до 5. Например, при 2 быстрых киллах скорость перезарядки будет равна той, что теперь есть на перке изгой. А затем продолжит расти. После 4 убийств, например, перк даст самый большой бонус скорости перезарядки в игре. Большую даст только легкосплавный магазин, скорость перезарядки которого будет 0.6 секунды. И перк быстрый удар. Его бонус с большим перевесом работал на первые точные выстрелы. Разработчики обновили бонус, чтобы перевес для первых попаданий был не столь ощутимо больше последующих выстрелов. Максимально возможный показатель бонуса перезарядки на быстром ударе теперь составляет плюс 60. А максимально возможная длительность анимации повышена до 0.9. Бонус на стабильность снижен с 50 до 25. Кроме этих изменений в перезарядке, разработчики исправляют проблему, из-за которой перки, которые должны частично возвращать патроны, не учитывают количество выстрелов для оружия, стреляющего берстами, очередями. Это означает, что эти перки теперь будут корректно работать с импульсными винтовками, плазменными винтовками и пистолетами, стреляющими очередями. Далее разработчики рассказали об изменениях некоторых непопулярных перков. На мой взгляд интересного там мало, разве что эргономичная рукоятка получила бонус каим ассисту при стрельбе от бедра. Интересно будет потестить. Что же касается новых перков, то они будут появляться в грядущем сезоне и в следующих. Пара перков, к примеру, будет добавлена эксклюзивно на оружие из железного знамени, но вряд ли что-то критичное. Грядут не только изменения перков, но и ребаланс целых архетипов оружия. Дробовики с точной рамой, это те, что стреляют как винтовки разведчика. Кощунник из алтарей скорби, например. Эти дробовики не используют в ПВЕ. Еще бы, ведь для оптимального урона из этих дробовиков нужно стрелять строго в крит. Что ж, теперь их урон в ПВЕ будет увеличен на 30%. Заставит ли это нас с ними играть? Я лично сомневаюсь, но надо будет проверять в следующем сезоне. Высокоимпактные импульсные винтовки не слишком популярны в ПВП. Та же Домна, которую раньше так любили, хоть и имеет отличный показатель времени убийства, не может похвастаться простотой в использовании. Разработчики собираются поработать над этим. Урон от пули теперь увеличен с 21 до 22 единиц. То есть, даже при таком минимальном изменении, теперь для убийства стража в Горнила будет достаточно всадить 5 пуль в крит и одну из них в тело, даже при высоких показателях стойкости. Кроме этого, разработчикам не понравилось, что луки в высокоуровневом контенте не могут добить даже обычных противников с красной полосой здоровья за один критический выстрел. Это поправят бонусом к урону на 10%. Бонус только в ПВЕ, на всякий случай повторю. Но мы же любим новости о том, что будет где-то там, в 12 сезоне. Что ж, есть и такие снайперские винтовки. Не сложно заметить, что ликвидатор и любимый доминируют в мете ПВП. По данным студии, на неё приходится 86% винтовок в Горниле. Основной причиной является скорость обращения и прицелы с низким зумом. В общем, проблемы второго года в Destiny 1 пришли к нам и в Destiny 2. Разработчики планируют не нерфать эти винтовки, а включить другие снайперки с низким зумом. Их число станет ещё выше и разнообразит арсенал игроков, любящих этот вид оружия. Офигеть! Что-то решается не нерфом, а расширением выбора. Ставлю на то, что вернут лонгбоу. Ну и автоматы. Винтовки с адаптивной рамой, которые сейчас наиболее популярны, в целом сбалансированы. Однако разработчики хотели бы видеть и другие типы автоматов в Горниле. Так что, вероятно, стоит ожидать небольшой баф автоматов другого типа в 12 сезоне. Что сказать? Наконец-то в ТВАП вернулись цифры и точные данные. Наконец-то всё меньшее мы слушаем, и всё большее мы делаем вот это. Я очень переживаю за будущее игры и надеюсь, что всё сказанное в последних выпусках не пустой звук. А тем временем, текущий сезон подходит к концу. Надеюсь, что следующий будет таким, чтобы мы забыли этот как страшный сон. Спасибо за просмотр, Страж. В следующем видео мы внимательно рассмотрим дробовик Ложь в Туэлл Винтера. Ну а если ты всё ещё его не получил, то на канале есть видео о том, как его забрать. Скорее смотри. Счастливо!